Встреча главы города с инициативной группой поселка Мирный была далеко не первая. С тех пор, как 25 июня на город обрушилась стихия, нарушившая обычный уклад сочинцев, такие совещания проводят регулярно в разных районах Сочи. Тогда из-за обильных осадков пострадали микрорайоны хоста Дагамы с поселок Мирный. Несколько тысяч человек пришлось экстренно эвакуировать. На борьбу с последствиями разгула стихии были брошены все силы города, оказали серьезную помощь федеральные и краевые службы, техникой, людьми. Также исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края принял решение выплатить пострадавшим горожанам компенсации. О том, как продвигается эта работа в отношении жителей Мирного и говорили на заседании рабочей группы. Это уже инициатива в Рео губернатора Венина Ивановича была в этом, чтобы все-таки иметь такой закон и от имени и за счет бюджета Краснодарского края оказывать помощь людям, которые пострадали в результате стихии, повторяю, это помощь. Так вот, максимально на человеку выдается 100 тысяч. Но это в том случае, если комиссия зафиксировала, что повреждена вся мебель, все имущество. В поселке Мирном большая часть подтопленцев, которым полагалась краевая помощь, ее уже получили. Однако, как было заявлено на встрече, 275 человек денег не получили. Причины разные. За пределами Сочи 102 человека, кто-то во Франции, кто-то... Да это на жизнь. 102 человека. Выплата приостановлена в связи с тем, что материалы находятся в судах. Они сейчас рассматриваются 13 человек. Ошибки в счетах 34. Несоответствие паспортных данных и они на проверке 44 человека. Глава города потребовала от социальных служб взять каждый случай под личный контроль и не оставить пострадавших без помощи. Деньги подтопленцам выделяют из городского фонда, который был создан из пожертвований сочинцев. 3 миллиона 350 тысяч из них уже раздали. На счету остались еще 2,5 миллиона рублей. Для распределения этих средств на встречу было принято решение привлечь инициативную группу из числа местных жителей. Распределите сами, но чтобы не было обид. Вот сделайте. Это трудная задача распределять, потому что каждый потом думает, что он больше достоин. Не менее важный вопрос в повестке заседания о мерах, которые необходимо принять для того, чтобы поселок Мирный больше не подтапливало. Сегодня он на контроле у администрации Краснодарского края. Уже создана рабочая группа, привлечены гидрологи и проектировщики. Есть первое предложение – создать новую систему водоотведения всей меритинской низменности. По предварительной оценке, стоимость таких работ может дойти до нескольких миллиардов рублей. Сумма большая отметили на заседании рабочей группы, и с учетом непростой экономической обстановки найти ее в ближайшее время вряд ли возможно. Поэтому было принято решение подумать над менее дорогостоящими проектами. И для этого привлечь местных жителей, которые хорошо знакомы со слабыми местами в системе водоотведения Миритинской долины. Такие встречи продолжатся и в дальнейшем. В ближайшее время глава города намерен посетить Кудепсту и Дагамыс. Инга Габиши, телекомпания ФКТ.